В глубинах Древней Греции родилась великолепная империя, благодаря героическим усилиям одного человека. За 13 лет он покорил большинство стран западного мира и проник вглубь необозначенных на картах территорий. Он сокрушил самые великие армии на земле, был провозглашен царем, императором, даже богом. Первый настоящий завоеватель, Александр Великий, проложил себе дорогу к славе. Завоеватели Александр Великий Ярким осенним утром в 331 году до н.э. маленькая, но отважная группа воинов готовилась к сражению. Против них выступала самая мощная сила на земле, армия Персидской империи, превосходящая их в пять раз. Их предводителю, светловозому царю Македонии, Александру, исполнилось всего 26 лет. За четыре прошедших года он провел свою армию от Греции до Египта и завоевал пол мира. Но сегодня его люди встревожены. Утомленные, скучающие по дому, после долгого и трудного похода, они стоят перед трудным выбором. Только Александр убежден, что это будет их звездный час. «Вы македонцы!» – закричал он. «Вам покровительствует сам Зевс!» Александр родился, чтобы стать завоевателем. Сын царя-воина, он наследник могущественной страны. Его отец, Филипп Македонский, был первым, кто сумел объединить отчаянно стремящиеся к независимости греческие города. После столетий кровавой борьбы. Александр должен вырасти жестоким не только для того, чтобы защитить новое царство, но и для того, чтобы отомстить за честь своей страны. В своей крепости в Македонии Филипп лелеет ту же мечту, что и все греки. За Игейским морем в Анатолии, на территории современной Турции, простирается презренная персидская империя, захватившая многие греческие города, в том числе те, где родились Эзоп, Пифагор, Гомер. Филипп решил наказать персов за их вторжение в Грецию 150 лет назад и вытеснить их из страны. Отец с такими амбициями должен воспитать в сыне твердый, как железо, дух. Но Филипп знает, что правителю нужны не только мускулы, но и разум. Он приглашает знаменитого афинского философа Аристотеля, для того, чтобы он научил Александра наблюдать, мыслить и принимать решения. Его уроки сделали из Александра самого великого стратега в истории войн. Но воображение мальчика захватило великое эпическое поэмо. Илия Дагомера. Отчет о Троянской войне. Смесь мифологии с фактами. Греческий герой Ахиллес побеждает в кровавом бою Гектора из Троя. Но Ахиллес не чудовище. После боя, выказывая сострадание, он возвращает тело своего мертвого противника его отцу, царю Приам. Идея о милосердии не будет забыта юным Александром. Всю свою жизнь, во всех походах, он будет хранить копию Илиады. Ахиллес, бесстрашный, храбрый, сохраняющий достоинства, станет его любимым героем и образцом для подражания. Навязчивый идея Александра сравнения его с мифологическим Ахиллесом понравилась его матери, Олимпиаде. Религиозная фанатичка, она была уверена, что царь богов, Зевс, совратил ее. Половые отношения между людьми и богами были традиционны для греческой мифологии. На сей раз, как гласит Малва, в результате родился никто иной, как сам Александр. Полубог или получеловек, человек или божество, Александр решил доказать самому себе, что он непростой смертный. Невысокий от природы, Александр был прирожденным атлетом и победителем всех состязаний. Гордый, он объявляет, что будет состязаться только с другими царями. Кроме того, он привлекателен и харизматичен. Его друзья будут преданы ему всю жизнь. Его любимцем является Гефистион. В те годы, когда гомосексуализм был всеми признан, Гефистион стал близким другом и любовником Александра. Другой приятель его детства будет нести его на себе. В возрасте 12 лет Александр увидел лошадь по кличке Буцефал. Горячая, быстрая, как молния, эта лошадь считалась неукоротимой. Стремясь укротить ее, Александр заметил то, на что другие не обратили внимания. Буцефал боялся своей тени. Стремясь завоевать его доверие, Александр повернул лошадь к солнцу с тем, чтобы тень исчезла. С тех пор эта пара свяжет себя пожизненными узами. А Буцефал станет самой знаменитой лошадью в истории. Филипп, восхищенный изобретательностью сына, понимает, что Македония ненадолго удержит царевича. К 20-ти годам Александр участвовал с отцом в нескольких сражениях за усиление влияния Македонии на остальную часть Греции. За это время он научился командовать войсками и уважать людей. Имея столь перспективного молодого командира рядом и объединенное царство за плечами, Филипп был готов напасть на Персию в 40 раз превышавшую его государство. Когда его авангард отплыл в Анатолию, Филипп решил остаться, чтобы отраздновать свадьбу своей дочери, союз, который гарантирует мир соседним царством. Но назревала беда. По пути на церемонию Филипп обращает внимание на старого приятеля, бывшего телохранителя. Кинжал вонзился царю между ребер. Солдаты окружили царевича, чтобы защитить его. Другие бросились за убийцей и прикончили его. Кто стоял за этим покушением? Незадолго до этого Филипп взял в жены молодую царицу, и многие подозревали, что бывшая жена Олимпиада решила отомстить. Но правда умрет вместе с царем. В течение последующих недель хаоса Александр предпримет быстрые и решительные действия, чтобы подтвердить свое право наследования. Согласно обычаям того времени, он избавится от врагов при дворе и соперников на трон, в том числе от единокровного малолетнего брата, не оставляя сомнений в том, кто истинный наследник Филиппа. Этому царю придется сражаться за свою корону. Прежде чем он наденет ее на голову, прольется немало крови. Филипп закалял дух Александра в суровых испытаниях. Но молодой царь не был точной копией своего отца. Коварный дикий Филипп управлял Грецией железной рукой, а его сын, воспитанный как грек, был более утончен. Когда в 336 году до н.э., в возрасте 21 года, он зашел на трон, многие спрашивали себя, есть ли у Александра дух воина. Когда до Греции дошли ложные слухи о его смерти, разразилось восстание против македонского правления. Александр в качестве предупредительной меры к остальным грекам идет на Фивы, оплод восстания. Он действует безжалостно. Его армия уничтожает город, вырезав 6 тысяч человек и продав рабство еще 30 тысяч. Новость быстро распространяется. Слух о завоеваниях Александра доходит до Дельфийского оракула, который называет его непобедимым. Когда Александр прибывает в Афины, никто не посмел выступить против него. Вместо того, чтобы покарать врагов, он обращается к ним с предложением. Если вся Греция объединится, предоставит ему солдат, корабли и провизию, он исполнит их мечту и начнет войну, чтобы освободить греческие города в Анатолии, занятые персами. В 334 году до н.э. Александр с армией в 45 тысяч солдат и вместе с другом детства Дефистианом отправляются в исторический поход на завоевание континента. Пройдя Балканские горы, Александр достиг узкого пролива, отделяющего Европу от Азии, известным тогда как Гелеспонд. Когда он пересек его, то поклялся, что вся Азия будет покорена его копьем. Он никогда больше не вернется на родину. Чтобы гарантировать успех своего героического похода, Александр совершит паломничество на руины Павшей Трое и на могилу Ахиллеса. Он воздаст должное греческому герою молитвами и преподнесет дары. Но кое-что возьмет у него. Щит Ахиллеса для удачи в бою. Вскоре ему представится неожиданный шанс использовать его. Он выследит у реки Граник 40-тысячную армию персидского наместника. Вместо того, чтобы ждать до утра, как предлагали ему его генералы, Александр решает немедленно перейти реку и напасть на врага. Сражаясь наравне со своими солдатами, Александр бросается в гуще боя. Вражеский топор разрубает его шлем, но персин достается от него гораздо сильнее. Ошеломленные и пораженные неожиданным нападением, они теряют треть своих сил и бегут прочь с поля боя. За последующие несколько недель Александр пройдет почти 2000 километров по Анатолии, освобождая греков. Один за другим города открывают перед ним ворота. Греция вновь объединена, сбылась великая мечта его отца. Но за 4000 километров отсюда, в Парсиполе, столице Персии, царь Дарий III уязвлен поражением. Теперь для него было делом честь остановить смелого молодого царя. Чтобы уничтожить Александра, Дарий собрал статусичную армию и пригласил свой двор, включая его жену, детей и мать, прийти и полюбоваться на его великую победу. С армией в половину численности армии персов, Александр продолжает свой поход по Анатолии. Две армии сходятся у города Исс, место битвы определено. Исс, находящийся между морем и горами, идеально подходил македонцам. В этом месте персы не смогут воспользоваться своим численным преимуществом. Центром боевого порядка Александра являлась фаланга. Пехотинцы с двухметровыми копьями с бронзовыми наконечниками под названием сорисы стояли плотным строем. Когда первая шеренга выставляла свои копья, получалась смертоносная стена. Чтобы управлять столь тяжелым оружием, требовались обе руки. Но при движении вперед, их вес придавал воинам колоссальный импульс. Ничто не могло их остановить. Для сравнения, длина персидского копья составляла метр. Послав македонскую конницу в атаку, на фланге, Александр двинул фалангу прямо в центр персидских линий. Заперты сзади собственными солдатами, несчастные персы погибали ряд за рядом. Их линии обливались кровью под атаками македонцев. Видя, что день заканчивается, Дарий совершает непоправимый поступок. Он бросает свою армию и бежит. Александр преследует его, но Дарий ускользает. Известный своей мудростью и справедливостью, Александр ненавидит трусость. Он клянется выследить беглеца. Но персидский царь покинул не только поле боя. Он бросил и свою семью. Его мать и жена оказываются во власти победителя. По ошибке они принимают рослоги Фестиона за царя. Но Александр жалялся над матерью врага. Пленную женщину чаще всего насиловали, а затем продавали в рабство. Вместо этого он предлагает ей место в своем окружении. В последующем она заботилась о его пропитании и комфорте, став одной из его преданных подданных. Александр полагает, что вождь должен делиться своими людьми боль и военные трофеи. И если его храбрость в бою вызывает уважение, то его сострадание и великодушие вызывают их преданность. Они последовали бы за ним на край света, и скоро он поведет их туда. Сначала кампании прошел всего год, а Александр же достиг всего, что намеревался сделать. Начинались новые земли. Он планирует отправиться на юг, к землям фараонов, чтобы заслужить невиданную прежде в древнем мире славу и честь. В 23 года царь Македоний Александр изгнал персов из Средиземноморья. Теперь он может вернуться к комфортной и спокойной жизни дома. Но вместо этого он выбирает жизнь солдата и направляется вглубь Персидской империи. После сражения у Иссы, Александр прошел тысячу километров вдоль побережья Палестины, через пустыню, чтобы захватить Египет. Плывя по Нилу, он видит перед собой двухтысячелетнюю цивилизацию. Суду, где он появляется, египтяне встречают Александра как великого освободителя. Греция и Египет, связанные годами персидского гнета, наконец-то объединяются при одном правителе. В 331 году до н.э. Александр провозглашен фараоном в столице Египта Мемфиси. Теперь его империя простирается на миллион квадратных километров. Александр приравнен к божеству, так как его новые подданные полагают, что фараоны произошли от богов. Но у Александра более практичные амбиции. Нил — это ворот в Африку. Здесь, в месте его впадения в Средиземное море, он построит огромный город в греческом стиле. Он лично определяет границы города и места его главных зданий. Как и в Греции, улицы будут образовывать решетку. Театры, стадионы, храмы и залы собраний станут виртуальными памятниками его родине. Когда заканчивается мел, он рассыпает ячмень. Птиц, прилетевших, чтобы отведать зерна, он считает хорошим знаком. Город будет процветать и привлекать чужеземцев. Он назовет его Александрией. В последующие годы он так назовет еще дюжину городов по всему Ближнему Востоку. Каждый из них представляет собой маленькую Грецию, посаженную на чужеземной почве. Но эта Александрия станет его лучшим и самым стойким творением. Когда начнется строительство, Александр оставит вместо себя архитекторов и инженеров, а сам предпримет необычное паломничество. Двигаясь на запад под палящими лучами египетского солнца, он проделает 600-километровый поход по одной из самых смертоносных пустын на Земле. Он решил тайно вторгнуться на родину персов. Но перед тем, как отправиться в опасный путь, он решил попросить совета у богов. Спустя 14 дней, изножденной до крайности, он достигает одинокого оазиса под названием Сива. В храме Амона, как гласит легенда, Александр услышал божественное откровение, о котором он никому не поведал. Священники теперь признали его сыном бога богов, Зевса. Александр может отправляться на завоевание, потому что никто не посмеет противоречить любимцу богов. В Персии, в своем домце, лишенной семьи придворных, беглый царь Дарий надеется на политическое решение. Он предлагает выкупить свою семью в обмен на мирный договор, золото, руку его дочери и на земле к западу от Ефрата. Это щадрое предложение. Греки могут вернуться домой как герои, завоевавшие империю от Балкана до Ливии и на восток до Ефрата. Один из полководцев Александра, Перминион, был восхищен предложением. «Будь я Александром», — сказал он, «я принял бы эти условия». «Я поступил бы так же», — ответил Александр, «будь я Парминионом». Многие из его людей задавались вопросом, не слишком ли далеко зашел их вождь. Он поставил на карту все против мощи Персидской империи. Когда армии встретятся, в сражении примут участие почти 400 тысяч солдат, и они будут зависеть от храбрости одного человека. Прошел год после победы Александра у Иссы. Став лагерем в Месопотамии, его солдаты коротали время в спортивных состязаниях, чтобы сохранить форму. В это время их вождь составлял планы. Александр отклонил предложение Дарья о выкупе, самым обострив отношения между противниками. У персидского царя не было выбора, и он стал готовиться к решающему сражению. Созвав войска от Индии до Афганистана, он собрал одну огромную армию из 300 тысяч человек. На этот раз Александр не стал поспешно бросаться в бой. Он ждет, чтобы его люди подготовились к бою, и чтобы персы выступили первыми. Только после того, как Дарья выступил навстречу ему, Александр вывел своих солдат. Две армии сошлись близ местечка под названием Горгамеллы. Помню уроки Иссы, Дарья не хотел расстрелять преимущество в численности, сражаясь на пересеченной местности. Он построил свои войска на широкой, огромной равнине у реки Тигр, чтобы воспользоваться своим новым оружием. Колесницами с косами в колесах, чтобы перерезать македонскую фалангу. Разведчики, посланные Александром в лагерь персов, сообщили другую ужасную весть. 100 тысяч костров горели, как огромный город. Полководцы, основываясь на донесениях разведчиков, убеждали Александра напасть на врага врасплох под покровом темноты. «Я не краду побед», — ответил он. Но когда слухи о размерах корсидской армии поползли по лагерю, началась паника. «Они превосходят нас в пять раз!» «Гордыня Александра завела нас слишком далеко от дома», — ворчали люди. «После трех лет сражений и в четырех тысячах километрах от Родины мы оказались в пустыне перед лицом явного уничтожения». Александр вышел к своим солдатам, чтобы вселить в них храбрость и напомнить, что сам Зевс защищает их. Затем он представил своим полководцам план сражения. Он противопоставляет массовой атаке Дария классическую македонскую тактику. «Утром, готовясь к сражению, многие думали, что это будет их последний день». Но с копией и ляда в руках мирно спит сам Александр. Когда его разбудили, он сказал, что сражение уже выиграно. 20 сентября 331 года до н.э. армия Александра, примерно в 50 тысяч мужей, вышла на поле битвы против Персидской империи. Когда армии сблизились, Александр построил свои войска в косую линию поперек поля битвы. Спустя год ожидания, противники наконец-то сошлись лицом к лицу для решающего сражения. Дарий положился на численное превосходство, Александр отглопроточтение стратегии. Он начал сражение, отдав приказ фаланги двигаться направо, тем самым сместив центр сражения. Он решил ударить по левому флангу персов. Чтобы отразить нападение, Дарий послал свою конницу на левый фланг. А затем Дарий пустил колесницы против македонской фаланги в центре. Но греки просто расступились и пропустили колесницы. Тем временем, на левый фланг Александра, под командованием Параминьона, обрушились превосходящей численностью массы воинов Дария. Но греки стойко держали ряды, несмотря на многочисленные потери. Стратегия Александра вынудила Дария выдвинуть вперед левой и правой фланги, ослабив центр, где находился незащищенный император. Улучив момент, Александр дает сигнал войскам повернуться и обрушится прямо на Дария. Понимая, что он находится в опасности, Дарий снова теряет хладнокровие. Он поворачивает и бежит. На сей раз Александр решил не дать уйти беглецу. Но когда Александр чуть было не настиг Дария, ему передают просьбу от Параминьона о срочной помощи. Поимку Дария снова пришлось отложить. Персы, брошенные своим царем, не видят смысла продолжать сражение. Победа достается Александру. Сражение при Гавгамелых одно из самых замечательных сражений в военной истории. Александр понял, что несмотря на численное превосходство персов, результат будет зависеть от личной храбрости Дария. До заката греки и персы приветствовали Александра как царя Азии. Если бы Духа Хелеса не восстал и не сражался рядом с ними, греки не смогли бы одержать такую замечательную победу. Глашатые и ретописты разнесли эту весть по всем уголкам цивилизованного мира. Но для Александра этого было недостаточно. Теперь он хотел завоевать всю Персию. В возрасте 25 лет Александр победил самую огромную и мощную империю всех времен, отомстив за сотни лет тирании и был провозглашен царем Македонии, Греции, Палестины, Египта и Азии. Через неделю после Гавгамела Александр дошел до Вавилона, затем отправился в Губ Персии, к крепости Персиполь. Наконец-то он начутился в центре империи, которая более столетия правила всем Средиземноморием. Но цивилизация, которую греки считали варорской, оказалась более развитой и сложной, чем их собственная. Их глазам открылись замечательные дворцы, украшенные статуями и золотом. Персы покорно приветствовали нового правителя дарами. Город за городом отдавал ему свои богатства, а в каждой отдельной сокровищнице было золото больше, чем во всей Греции. В одном только Персиполе Александр собрал примерно 120 тысяч талантов золота. По нынешним меркам, это около 60 миллиардов долларов. Большую часть он отдал своим полководцам и солдатам, с которыми пришел сюда, из Македонии. Когда был закончен подсчет, он оказался самым богатым человеком в мире, а вероятно, и во всей истории человечества. При персидском дворе его новые подданы обращаются с ним уважительно и любезно. Он мудро оставляет на местах персидских наместников, чтобы они правили его разросшейся империей, которая теперь простиралась на миллионы квадратных километров. Он надевает роскошные персидские одеяния и повелевает всем приближающимся к нему кланяться на персидский манер при входе. Но его людям отвратительны эти новые странные манеры. После долгих лет сражений его войска стремятся домой. Сказочно богатые, они могут вернуться в Грецию героями. Но Александр считает, что его дело не завершено. Кроме того, его персидская империя простирается на восток так же далеко, как и на запад. Он хочет предъявить свои права на то, что по праву принадлежит ему. Накануне похода Александр обрушил свою месть на перцев за то, что полтора столетия назад они разрушили и сожгли Афины. Его люди подожгли дворцы и огромные залы Персиполя, уничтожив в огне одно из величайших архитектурных творений древнего мира. Двигаясь на восток, Александр узнает, что Дарья исхвачен персидскими заговорщиками и заключен в тюрьму. Из информации, собранной шпионами, он узнает, что Дарья держит на южном побережье Каспийского моря в тысячи километрах пути. Когда они добрались туда, лагерь был пуст. Ничего не осталось, кроме брошенной груды одежды. Под ней Александр обнаруживает Дарья. Убитый и брошенный своей смертью, он положил конец господству персидских царей, правящих более чем половиной мира. Верив в то, что даже трусу нужно оказать почтение в смерти, он велико оставить тело Дарья к могилам персидских царей в Персеполе. Только сейчас он осознает, что стал царем всей Азии. После смерти Дарья, Александр может объединить всю империю. Двигаясь на восток, он дойдет туда, куда раньше не ступала нога ни одного грека. Его караван представляет собой захватывающее зрелище. За армией следует целый город администраторов, мастеров, пекарей, мясников, актеров, кузнецов, архитекторов и строителей. Не говоря уже о матери Дарья, гареме и казначействе Персидской империи. Александр ведет их на восток, через Афганистан и горы в Индию. Здесь нет горных проходов. Весь его походный город вынужден пробираться по высоким утесам и договариваться о проходе через предательские ущелья. Сотни людей погибли во время несчастных случаев или при нападении местных племен. Партизанская война была незнакома грекам, но благодаря замечательной способности Александра поспосабливать тактику к новым условиям, племена одни за другим переходили в его подчинение. К удивлению всех, он берет себе невесту. Хотя Александр остался верен Дефистиону, он женится на красавице Роксане, дочери одного из вождей. Хотя союз служил цементированием отношений с племенами, между этой парой вспыхнула искренняя привязанность. Александр хочет не только покорить земли. Он собирается колонизировать Восток. Используя громадные ресурсы своего казначейства, он строит десяток городов Персии, Афганистане, Туркестане и Индии. В каждом из них он оставляет своих приближенных, распространяя греческую цивилизацию за тысячи километров от Игейского моря. Только одна беда мрачила компания. В горах разбойники совершили набег на царскую палатку и похитили десяток лошадей, в том числе любимого коня Александра Буцефала. Обезумев от потери, Александр обещает стереть провинцию с лица земли, если его лошадь не будет возвращена. Сообщение было оглушено повсюду, и вскоре воры вернули ему лошадь. Александр был так рад снова видеть Буцефала, что вместо того, чтобы наказать виновных, он наградил их. Но его измученные воинами солдаты требует вернуться домой. Он остается глух к их мольбам. После того, как в 327 году до нашей эры, они, пройдя перевал Гиндукуши, очутились в Индии, их жалобы слышались все громче. Однако они тащились вперед. Они прошли уже почти 15 тысяч километров от Македонии, пройдя на восток дальше, чем любой европеец до сих пор. Они поражались невиданным богатством индийских раджей, удивлялись странным ритуалам индусов. Его войска численностью более 100 тысяч человек практически не встречали сопротивления. Единственная попытка остановить их была сделана у реки Гидас, но 200 боевых слонов были побеждены окрепшие в боях императорской армии. Несмотря на тяжелые потери, Александр продолжает вести вперед своих людей. Его цель дойти до Мифического моря, где-то на востоке. Македонцы, не имея карт, по которым можно было идти дальше, теряются перед безграничными просторами, открывающимися перед ними. За джунглями их ждет неизвестность. Нескончаемые муссоны оказываются последней каплей. Они отказываются идти дальше. Когда три дня спустя Александр неохотно приказывает повернуть назад, крик радости вырывается у них. Никто не смог победить Александра, кроме нас. Экспедиция решила вернуться, спустившись по реке Инд. Затем они разбились на две группы. Одна поплыла под парусами по Индийскому океану к Персидскому заливу. Другая отправилась в опасный путь по пустыне. К несчастью, из-за муссонов флот Александра не смог доставить провиант. Здесь, под палящим муравийским солнцем, три четверти его армии погибли от истощения. Царь терпел те же муки, что его солдаты, делясь с ними последними припасами. Два месяца спустя, невзирая ни на что, к всеобщему удивлению, Александр вышел из пустыни. В 324 году до н.э. спустя три года после начала экспедиции, небольшие остатки его армии вышли к Персии. Когда известие о деяниях Александра достигли Греции, одни называли его авантюристом, другие богом. Но скоро родилась легенда. Его богатство и известность были беспрецедентными, его образ жизни вознесен до небес, его смелость была безграничной. От Афин до Индии он стал героем мифов. Но сейчас в разгар славы судьба нанесла ему удар. Фортуна отвернулась от него, он потерял своего лучшего друга. Во время игр в честь празднования возвращения Александра у Гефестиона поднялась температура. Игры продолжались, а его состояние ухудшалось. Когда Александр стоял на стадионе, глядя на забеги мальчиков и вспоминая время, проведенное с другом детства, пришло известие, что Гефестион скончался. Когда он пришел к кровати своего друга, горе сломило его. Четыре дня и ночи он не отходит от кровати мертвеца. Он погрузился в глубокий и затяжной траур на целых полгода. Где теперь дух Ахиллеса? Смерть друга побудила его к тому, что станет, как он надеялся, его звездным часом. Спустя несколько месяцев, ушедших на реорганизацию армии и империи, Александр задумывает новый поход. На сей раз он развернет свою империю на запад, поступая через Аравию, Северную Африку, Италию, Италию. Но прежде чем он отправился в новый поход, беда нашла Ахиллесову пету несокрушимого Александра. Человек, переживший бесчисленные сражения, опасные раны, был сражен простой болезнью малярии. В течение многих дней, в промежутках между приступами боли и высокой температуры, Александр встречается со своими полководцами, чтобы обсудить планы вторжения в Аравию. Но видя, что конец его близок, воины падают ниц и рыдают. Череда полководцев проходит перед Александром с одним вопросом. Кому он передаст империю? Самому сильному таков его загадочный ответ. Но кто из его приближенных мог стать таким же гением и смельчаком внушить такую же преданность? Когда мать Дарья увидела, как уходит из жизни ее повелитель, она отвернулась к стене и стояла вот так до самой смерти. Александр умер 10 июня 323 года до нашей эры. За 13 лет борьбы он завоевал 5 миллионов квадратных километров. Но без его харизмы и силы его империя рухнула. Раздираемая распрями между мелкими цариками и полководцами. Его тело доставили в Египет, в город, носящий его имя. Так же, как он когда-то совершил паломничество к могиле Ахиллеса, так и его могила стала святыней. На пути к мировому господству Цезарь и Наполеон воздали должное блестящему молодому полководцу, который стал образцом для всех будущих завоевателей. Он прошел 40 тысяч километров от Игейского моря до Индии, ни разу не потерпев поражения. Он посеял семена культуры, полной энергии новых идей. При нем пустила корни новая цивилизация. Строитель новых городов, воин, император, герой и бог. И спустя 2000 лет его имя звучит как раз «Скат Грома». Александр Великий. Режиссер Роберт Маршалл. Автор сценария Кейт Янгдейл. Операторы Ник Дэнс и Дэвид Ри. Композитор Роджер Болтон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова